Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости. В студии Владислав Конорев. Смотрите сегодня выпуски. Разбитые дороги, отсутствие вечерних автобусов и замусоренные кюветы. Евгений Корша смотрел проблемные участки Слободы. Туристический шаттл, умные стенды и QR-ходы на исторических зданиях. Власти города решили сделать Уссуриск туристически привлекательным. Сразу три бригады электриков работают на Волочаевской. В скором времени на улице появится новая подстанция. Эти люди дарят радость и помогают создавать праздник. День флориста отмечают в России. От отростка до лозы. Мастер-классы по виноградникам собрали садоводов питомники Макаревича. Маленький Руслан ждет родителей. Малыш нуждается в любви и заботе. Проблемные участки Слободы лично осмотрел глава администрации. После встречи с жителями микрорайона Евгений Корш составил план выездного совещания, исходя из нужд населения. На месте специалисты получили от главы необходимые указания по устранению недочетов. До 12 автобусы ходят. До 12, наверное, не надо. Будет нормально. Нормальное в советское время до 12. Ходил он до 12, но он последний ходил вот так, по кругу. Ну хотя бы так ходил, да, чтобы людей собирался. А сейчас без 12,8 мы не можем уехать. Один из пунктов остановки выездного совещания главы администрации – привокзальная площадь. Здесь население Южно-Слободского района обратилось к главе с просьбой. Вечером домой не уехать, хотелось бы продлить вечернее время маршрута в автобусах. Евгений Корж поручил провести собрание с компаниями-перевозчиками и решить проблему. Остро стоит вопрос санитарного состояния и эстетического вида привокзальной площади. Разбитые бордюры заменят, а ларьки уберут. Сносить все, убирай, она не нужна. Сейчас на земле уже ползаплывается. Еще пиво, да, пиво здесь или что? Да нет, пиво, это пола, пола. Ну, пола, дети, ну что такое. Мы сейчас вместе с архитектором, конечно, с прокуратурой. Прокуратура очень хорошо у нас работает, все эти нелегальные постройки убирает. Мы все это в течение, я думаю, недели-двух все уберем. Поставим бордюры, и я сказал, мы сейчас поставим на площади несколько камер, выведем на ЭДДС и будем постоянно их смотреть. Если надо, значит мы выведем это и на пульт нашей полиции. А в парке Чумака тоже произойдут изменения. Евгений Корж на месте пообщался с посетителями. Стало ясно, что нужна еще одна детская площадка для самых маленьких, чтобы всем было комфортно проводить время в зоне отдыха. Глава дал указание разработать проект. Помимо этого, в срочном порядке было решено укрепить небезопасную конструкцию качелей. И здесь надо срочно дать команду, Михаил Витальевич, сделать такой поясок и сзади спинку сделать. Да, спинку желательно. Да, потому что, не дай бог, да. Вот часто падают оттуда. Падают, да? Сама лично, да, видела несколько раз. Разбитые дороги. Головная боль для жителей всех микрорайонов. Южно-Слободской не исключение. Осмотрев участки, Евгений Корж дал распоряжение сделать ямочный ремонт. Так исчезнут дорожные провалы в межквартальном проезде у дома номер 3 по улице Мельничной. Здесь же находится в запущенном состоянии придомовая территория. Глава разобрался в ситуации с представителем управляющей компании. А в чем проблема сделать территорию жильцов? Программы не вошли, не войдут в свое время. Делаем это в свой счет. Евгений Евгеньевич обратился к специалистам рассмотреть вариант, чтобы включить дом в программу «Тысяча дворов» на следующий год. С нетерпением ждали главу жильцы 14-го дома по улице Топорково. Уже 36 лет в доме не могут добиться качественного ремонта крыши. Аварийное состояние кровли приводит неприглядный вид подъезды, а замыкание проводки в дождь к пожарам. Так как у нас постоянно рвет, мы находимся в аварийном состоянии, у нас есть экспертиза. В 2011 году здесь уже был капремонт. Сделали плоскую и через год ее снова порвало. И так делали. Приглашай фонд, брэч-компанию и наших к инициативному группу. Ко мне тогда. И будем разбираться. Хорошо? Прямо сочинение. Ладно, и будем вместе с ним. Евгений Евгеньевич, помогите нам. Пожалуйста. Еще жильцы обратились с просьбой помочь построить спортивную площадку. Для этого необходимо решить вопрос с территорией и ее собственностью. Представители администрации оперативно приняли решение в пользу населения. Вот хорошая, маленькую, небольшую, мы хотельную коробку зальем. Летом у нас здесь футбол будет. И чтобы она была огорожена, двое ворот. Все, больше ничего не надо. Мы лавки. Давайте передаем преддомовую. Тогда нам проще передать деньги, чтобы сделать спортивную площадку. На следующий год мы увеличим до 15 миллионов. Площадки будут по полтора-два миллиона. Мы дадим, пусть сделаем. Те вопросы, которые жители задают, и я не могу ответить там на встречу, конечно, я выезжаю на то место, где проблемы. И с жителями вместе ходим, смотрим, как можно все это решить. В этом году и в следующем году, чтобы люди понимали, что да, это возможно, мы это будем делать и когда. Поэтому мы там обсуждаем и это делаем. В ходе поездки глава дал поручение найти решение и других проблем. Разбитых тротуаров, несанкционированного выброса мусора, загаженных кюветов, освещения. На встрече Евгения Коржа с жителями Южно-Слободского района было озвучено более 30 обращений. Часть из них получили ответ сразу, остальные на выездном совещании по Слободе. Такую тактику решения вопросов благоустройства города совместно с населением глава администрации ведет вот уже 5 лет. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Ярмарка «Всё к школе» откроется в Уссурийске с 27 июля. Традиционно купить все необходимое можно на территории старого центра, на перекрестке улиц Тимирязева и Калинина. В этом году на ярмарке расположится 55 торговых точек. Главный акцент делается на товары российского производства. Школьную форму ульяновской фабрики «Бастон» и Ивановского текстильного дома, канцелярские товары от известных производителей, таких как «Гамма», «Луч», рабочие тетради, учебники, контурные карты. Всё можно приобрести в одном месте. Покупатели и предприниматели смогут поучаствовать в двух социальных акциях. Помоги собраться в школу и в школу с радостью. Для этого нужно приобрести канцелярские принадлежности и передать волонтерам. Всё собранное передадут детям из семей, нуждающихся в поддержке. Ярмарка будет работать с 10 до 17 часов каждый день, включая выходные до 9 сентября. Туристический шаттл, умные стенды, QR-коды на исторических зданиях. Уссурийск старается идти в ногу со временем. Власти города обсудили с предпринимателями, кто и как будет развивать туризм в округе. И какие удачные проекты уже были созданы. Уссурийск хотят сделать более привлекательным для туристов. Даже местные жители не всегда знают расположение интересных мест. Что уж говорить о гостях из других городов. Уже в этом году планируют установить знаки навигации по объектам культуры, которые легко можно определить по цвету. Культурные объекты в нашем округе есть. Это Краснояровское городище, монастырь села Линевича, служба солнца, Барановский вулкан. Парк «Изумрудная долина» так и вовсе вошел в топ-10 лучших туристических проектов России. Есть на что равняться. Мы подготовили дорожные карты и определили такие основные направления, как разработка новых экологических проб, проведение познавательных лекций, проведение экскурсий, мастер-классов. Участники заседания поделились необычным опытом создания подобных программ. Ранее на территории села Алексея Никольская был создан проект «Козья слобода». Посетители знакомили сыроварни, предлагали участвовать в дегустациях. Мы предложили гостям, туристам, пройти квест, прежде чем попасть на козаводческую ферму, пройти квест по позимтропам с определенными испытаниями. Огорчает создателей проекта «Дорога в сторону села». Справляются с проблемой своими силами, подсаживают гармонистов автобус отдыхающими, и дорога идет легче. Событийный туризм активен в Приморье. Фестиваль «Хоровод дружбы» завоевал Гран-при в региональном конкурсе. И третье место во всероссийском этапе. Такие проекты проходят в теплое время года. Но и зимой скучать не приходится. На территории тематически оформленного ледового городка ежедневно проводятся представления, мастер-классы, работает почта Дина Мороза, установлены фотозоны, работают аттракционы, торговые точки, каток и ледовый лабиринт. Для комфортного туризма нужно создать подходящие условия. Умные стенды, которые умеют собирать и размещать информацию. Погодные датчики, QR-коды на исторических зданиях, фонари с датчиками движения. Продажи сувениров с гербом нашего города, а также транспорт для передвижения туристов. У нас был проект, например, по поводу шаттла. Автобуса шаттла, который будет как раз возить людей по объектам показа и везде на остановочных пунктах, чтобы были представлены пояснительные записки на нескольких языках. На развитие туризма в Приморье выделяется субсидия в размере 5 миллионов рублей. Уссурийский музей предлагает 13 экскурсионных маршрутов. Из них 8 посвящены истории и архитектуре города, а 5 проложены в уникальные места, расположенные на сельских территориях округа. В завершение встречи решили разработать план мероприятий для увеличения потока туристов в округе. Наталья Кулькова, Алексей Шаповалов, Телемикс. В продолжении темы наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, насколько интересен Уссурийский музей для туристов. Какие места стоит посетить, что интересного можно увидеть, рассказали жители. У нас есть парк Дора, он реально самый интересный. Там проводят какие-то конкурсы для детей особенно. Это вообще очень хорошо. Ну, на благодати хорошо. На базе отдыха. Там бассейн классный, можно на открытом воздухе покупаться. В Заврунной долине наш класс садил свою аллею. Это довольно зеленый город в плане растительности. И в Приморском крае я не видел таких городов. Вот вокзал, площадь, потом поезд на Лозо. Вот обязательно, вот для туристов именно обязательно. Потом оттуда, когда едешь, да, вокзальная площадь, там тоже очень красиво. Народу много, очень много получается молодых. Не хватает? Не хватает парков. Парков, кинотеатров, каких-то, каких еще, откуда они сейчас, ну вот именно, где танцуют, где вот. Ну, если из-за рубежа приезжают, то черепаху идут смотреть, дура. Вот. Ну, и в районе площади смотрят, как наша молодежь развлекается, особенно по вечерам. Вы пойдите в город вечером, утром встаньте, пройдитесь, пошли в воздуху, посмотрите, и фонтаны у нас какие красивые, и дороги у нас чистые, и это самое, какие у нас эти клумбы красивые. ВОЛОЧАЕВСКАЯ МУЗЫКА С годами энергопотребление выросло. Это маленькое помещение и сжившая себя трансформаторная подстанция. На ее месте установят современную. С 70-х годов вот эта подстанция была. Ну, установили ее чуть где-то в 90-х, в конце 90-х. Она как бы временная, может быть, была. Все. Сейчас, конечно, повысились мощности и потребителей, поэтому мы меняем ее в соответствии с технологическим присоединением. Обновление подстанции требовало давно. Стартом к действию послужила вот эта новостройка. Дополнительной нагрузки в виде еще одной многоэтажки оборудование не выдержало бы. После монтажа внутри установят два трансформатора, мощностью которых в два раза больше, чем было раньше. Работа довольно такая трудоемкая в плане того, что мы в течение одного дня, ну, рабочего получилось, что должны успеть поменять подстанцию, поставить новую и запитать всех абонентов, отключившихся с новой подстанцией. Для ускорения процесса здесь работает сразу три бригады электриков. Привлечено несколько спецмашин. Параллельно работам по установке ТП ведется усиление линий электропередач и наращивание их длины. Это первая новая подстанция, которую ставят в этом сезоне. В перспективе монтаж еще пяти камер, большую часть из которых установят на Слободе. Жители давно жаловались на перебои со светом. В этом году часть проблем будет устранена. Ирина Мигунова, Ольга Муравьева, Игорь Антонов. Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Эти люди дарят радость и помогают создавать праздник. День флориста отмечают в России. От отростка до лозы. Мастер-классы по виноградникам собрали садоводов-притомники Макаревича. Маленький Руслан ждет родителей. Малыш нуждается в любви и заботе. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Сегодня свой праздник отмечают люди, которые приносят радость и помогают другим поздравить родных и близких. День флориста проходит в России. Тонкости работы с цветами и правила сохранения букетов узнаете в нашем сюжете. Берем немного кустовой хризантемы, добавляем ветку красной альстромерии, заворачиваем в цветную пленку. И вот уже готов красивый букет. Виктория отмечает день флориста на работе. Дарит цветочное настроение в этом салоне девушка с самого открытия. Начинала с помощника, а через месяц стала полноценным сотрудником, который знает, что предложить покупателю. Когда к нам приходит клиент, он нам рассказывает в большинстве случаев кому, допустим, маме, своей девушке. И мы ему в этом помогаем. И видеть то, как люди рады, и то, что ты им помогаешь поздравить своих любимых людей, это незаменимо и бесценно. Тенденции в цветочной сфере цикличны и меняются каждые пять лет. Мишки из роз, которые были популярны в марте, отошли на второй план. Сейчас в моду снова входят обычные сборные букеты. А недавно сеть магазинов «Веранда» задала тренд в городе на комнатной орхидеи по 690 рублей. Бонусная система скидок позволяет сэкономить до 20% на покупке букетов для родных и близких. Владелец сети магазинов не понаслышке знаком с цветочным делом. Пять лет назад я работал в студии цветов в Аллистоке флористом. Мне очень понравилась идея и решил сам открыть цветочный бизнес, так как видел, какие недостатки есть у других владельцев. Цветы в салон поступают из Эквадора, Кении и Голландии. И в нашем климате требуют особого ухода. Чтобы букет дольше простоял у вас дома, стебель нужно подрезать под небольшим углом и не ставить вазу рядом с фруктами. Также цветы не любят солнечных лучей и предпочитают более прохладные места и воду. При сложении букета важно учитывать значение растений. Красные розы символизируют любовь и страсть. Хризантемы – счастье и радость. Допустим, берут также розочки детям. Мы рекомендуем белые либо розовые, то есть нежные цвета, которые символизируют нежность, чистоту в своих намерениях, побуждениях. Принцип отбора сотрудников прост. С ними хотелось бы провести корпоратив. Люди должны быть похожи по духу и иметь желание работать в творческой сфере. Нам признались, эта работа куда сложнее, чем кажется со стороны. Но улыбки и благодарность покупателей компенсируют все трудности. Владислав Конорев, Игорь Антонов, Телемикс. Сотрудники водоканала просят внимательнее относиться к сообщениям в соцсетях. Очередную утку запустили в мессенджере WhatsApp. В сообщении говорится, что всем в Уссурийске отключат воду 25 и 26 числа. Вплоть до того, что специальные машины два дня будут развозить воду по городу. И якобы всему виной ремонтные работы водоканала. Внимательный пользователь не придаст такому сообщению никакого значения, потому что не указаны ни месяц, ни год, ни время. Нет также ссылки на официальный источник. Представители водоканала просят не распространять ложные уведомления, не проверив информацию. Сейчас вот ко мне перезвонили уже более 30 наших управляющих компаний, которые все спрашивают с волнением, вешать им эти объявления, развешивать их или не надо. То есть мы всех пока успокаиваем. Ну и что хочу сказать еще. В обязательном порядке нужно смотреть на сайт МОПУС РИС водоканала. Помимо сайта у нас есть обязательно электронная почта, электронная рассылка. Мы уведомляем всех. Администрацию, прокуратуру, уведомляем Роспотребнадзор, УСРНЕТ, УСРБАТЛ, пожарных, Роспотребнадзор. То есть много тех организаций, которые сразу получают уведомления в автоматическом режиме. А затем мы уже уведомляем всех по электронной почте и телефонным дозвонкам. От отростка до лозы. Мастер-классы по виноградникам собрали садоводов питомники Макаревича, что в районе села Заречного. Новички, агрономы, ученые и предприниматели поделились опытом. Культура в Приморье развивается, но местный климат не располагает большим урожаем. Можно ли вырастить в уссурийский сносный виноградник, узнал Илья Аманатов. Виноградеры из разных уголков Дальнего Востока приехали на уссурийские земли. Превращать воду в вино их не научили, но как сделать качественный напиток из ягоды, рассказали. Растеневоды ежегодно собираются на мастер-классах в личном плодовом хозяйстве имени Макаревича. Новички получают знания, опытные садоводы делятся своими. 24, на каждом снова по два вырастили, уже 8 побегов выросло. На второй год. На второй год идет формирование лоз подоношения. В питомнике Макаревича более 600 кустов винограда из разных стран. Приморский климат суров для растения, поэтому необходимо подобрать более живучие сорта и разработать лучшую технологию выращивания, к чему и стремятся местные садоводы. При выращивании винограда главное соблюдать не только агротехнику, но и регулярно защищать виноград от болезней и вредителей. И только выполняя весь этот комплекс работ, не только агротехнических, но и защитных мероприятий, можно выращивать виноград успешно и у многих садоводов это получается. Гостей познакомили со всеми видами ягоды, что растут в питомнике. Рассказали о качестве каждого сорта, процент сахаристости, уровень кислотности, возможные болезни и борьба с ними. Посещение вот такого рода мероприятий, огромное просветительское значение ведет, работу ведут они. Подобрать можно всегда те сорта, которые пойдут и человек будет обеспечен и виноградом, и продуктами его переработки. В удаленных районах, Усриск, Спаский, район Арсеньевский, количество солнечного света, температуру средних, они позволяют набрать винограду достаточное количество сахаров и кислот, чтобы получать настоящие виноградные вины. Виноградаре привезли плоды своих работ. Все напитки продегустировали эксперты из Дальневосточного федерального университета. Технологи дали комментарии по каждому образцу, чтобы садоводы знали, в каком направлении шагать. Вполне вероятно, что в Приморье появится новый официальный бренд вина. Осенью планируется еще одна встреча. Илья Аманатов, Алексей Шаповалов, Телемикс. Я сам. С такими словами четырехлетний Руслан начинает свое утро и ложится спать. И все же малыш нуждается в любви и заботе со стороны взрослых. В нашей программе рубрика «Будем вместе». Рубрика «Будем вместе» создана при поддержке автошколы «Фаворит-У». Дети – это счастье. Руслан в нашем доме совсем недавно. Мальчик очень ласковый, добрый, очень усидчивый. Он любит рисовать, любит играть в мячи, в шары надувные. Он очень хорошо играет. С детками ладит очень хорошо. Мальчик очень развит по годам, по своим. Даже очень-очень хорошо развит. У малыша хорошо развиты навыки самообслуживания. Он сам переодевается, сам вещи складывает аккуратно, он сам кушает. Кушает очень хорошо. Малыш очень нуждается в любви взрослых, которые помогут ему избавиться от страхов и адаптироваться в этом мире. Воспитатели уверены, что Руслана с таким умом, степенностью и настойчивостью ждет большое будущее, особенно если в него появятся родители. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства нашего города, который находится по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. На этом пока все. В студии работал Владислав Конорев. Сюжеты также можете увидеть на нашем сайте Телемикс ТВ и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале.